Привет всем! Сегодня видео посвященное распаковке коллекционных изданий игр. И обзором сегодня выступает игра Far Cry 2 Collector's Edition для персонального компьютера. И прежде всего я хочу обозначить, что лежащее здесь у меня издание зарубежное. Как мы помним, в России существует подарочная версия издательства Book, но у меня, так скажем, ее англоязычный родитель. Я бы даже сказал отец, потому что качество издания абсолютно приемливое, чего я совсем не могу сказать об издании от Book. Здесь же у меня в руках оригинальное издание от компании Ubisoft, выпущенное, если не ошибаюсь, да, в 2008 году. И первое, на что уже стоит обратить внимание, так это то, что коробка из дерева. Деревянный бокс, оформленный в стиле ящика под патроны, скорее всего, да, ну, просто обычного старого ящика. Логотипы игры на коробке здесь немножечко рельефные, переливающиеся, как и пятна крови здесь. На обратной стороне у нас краткий синопсис и состав самого издания. То есть это игра, диск с дополнительными материалами, артбук, карта и майка. То есть самый, что ни на есть, стандартнейший набор для коллекционки. Так, будем ее уже открывать. Я долго вступал, как она открывается, но на самом деле тут просто картонка на липучке. И на самом деле ее, в принципе, можно совсем отлепить, и у вас тогда будет с виду такой симпатичный ящичек. Открываем. Упс. Деревом приятно пахнет. Первое, на что я хочу обратить внимание, так это компактность упаковки содержимого. То есть, как мы помним, в подарочном издании от Бука просто была здоровенная коробка, которая была занята, наверное, только наполовину. Здесь же просто диудаешься, насколько компактно использовано пространство вот этой маленькой коварочи. Итак, первое. Что у нас здесь есть, это майка. Опять, опять одежда в коллекционках. И я бы сказал, что Бука здесь выигрывает, потому что в русском издании была рубашка такого высокого материала, я бы сказал. Здесь же обычная майка, рыночная, с незамысловатым логотипом игры, который со временем нескольких стирок, конечно же, сотрется. Элька, то есть, на школьников она, конечно же, будет здоровая. Но так для носки дома или там ее под джемпер, в принципе, вполне себе ничего. Далее у нас DVD с дополнительными материалами. То есть, это видео о поездке создателей в Африку, несколько трейлеров, сравнение консольных версий, ну и тому подобное. Любопытно, в принципе, но не более, потому что видео здесь, наверное, минут на 25, в общем. И диск находится в картонном конверте. Вот, тут у нас фотки от разработчиков, в основном, где они все в Африке. Как мы помним, в издании от Буки был просто обыкновенный джевелл под балванку. Дальше у нас карта и плакат в одном лице. Опять же, в отличие от российского издания, которое было на обычной глянцевой бумаге, и тем более, кстати, без плаката, здесь же карта сделана из очень качественного и плотного материала. То есть, бумага немножечко шершавая, даже близкая к картону, не знаю, ну очень-очень плотная, очень качественная. Тут у нас карты обоих городов из игры, условные, расшифровка условных обозначений, и персонажей, которые у нас в игре встречаются. И вот такой красочный плакат, которого в российском издании, повторюсь, не было. Далее у нас арт-бук. Опять же, в упрек российскому изданию, я могу сказать, что тут он в твердом переплесе, то есть наши на обложечку пожалели, я бы сказал. Но я так быстро по нему пройдусь. Так, тут у нас зарисовки, художественные зарисовки локаций из игры, модели персонажей компьютерные, краткое досье на наших, так скажем, игровых друзей, встречающих по мере прохождения модели машин, демонстрация погонных условий, на что в игре в ее время выхода сделан огромный акцент, преступные организации, их лидеры, и здоровая фотка огромной команды разработчиков. И далее неоспоримое доказательство зарубежной версии, потому что у нас DVD-ром. В России у нас постоянно пихают в коллекционки обычные джеблы. Тут обычный однослойный DVD. Здесь нет DLC Fortune Spec, но, я думаю, его не проблема найти в паутине. Тем более, он не такой большой. Мультиплеерный регистрационный ключ находится на мануале. Далее у нас карта. Опять зачем-то запихнутая карта. На обычной глянцевой бумаге как раз-таки двухсторонняя карта обоих городов, просто более масштабированная. Так, и рекламка мобильных игр. Мануалу, кстати, стоит уделить тоже внимание, потому что сделан очень стильно. В таком, скажем, оформлении блокнота под записи, то есть весь такой обшарпанный, помятый, служивший поставкой под кружки, на нем раздавлены комары. В общем, очень все стильно со вкусом. Вот так вот. Вот, в принципе, это все, что было в коробке. За простую, за простоту, за компактность и вкусность издания я поставил все пять звезд и горячо его рекомендую всем. Его цена где-то в районе 20-25 долларов. Ну, цена зависит от того, где, конечно, вы его найдете. Мне же она обошлась где-то на наши деньги в переводе на 700-750 рублей. Вот так. И дальше я буду выкладывать видео также о распаковках изданий, но они будут интересны тем, что эти издания будут зарубежны, то есть только американские и европейские версии, поскольку, находясь в Европе сейчас, здесь такие штуки относительно легко доступны. Так что, думаю, людям в этой теме будет посмотреть интересно. На будущее видео с коллекционкой Medal of Honor по случаю десятилетия, серийная трилогия Нефа Спид, ну, классическая трилогия Нефа Спид, которая не вышла тоже в России, опять-таки. Кодекс Эдишн, Ассасин Скрит, Браза Сурнамс и так далее. В общем, зарубежные издания, я повторюсь. В общем, это все. Спасибо за внимание. Счастливо!